МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» в студии. Ольга Пырычкина. Сегодня, 1 июня, Международный день защиты детей. Сегодня же Всемирный день родителей. Правда, некоторым детям в силу различных обстоятельств данный праздник не знаком. Однако исправить это возможно. А сегодня, Международный день защиты детей, отметили и в доме ребенка малютка. Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Именно с этих слов начался утренник. Гостями праздника стали сами юные жители дома ребенка и дети, у которых недавно появились новые родители. Когда дети уходят с нашего дома ребенка, мы поддерживаем тесную связь с этими семьями. Потому что часто возникают вопросы по поводу адаптации детей в семьях. И мы стараемся как можно помочь этим семьям. Сейчас тут живут 42 ребенка в возрасте до 4 лет. С каждым годом их становится меньше, а взрослых, готовых принять к себе в дом малышей, больше. Мне хочется пожелать, поздравить всех наших мам, бабушек, которые, прежде всего, приемных, наверное, да, которые забрали в свои семьи малышей из этого дома ребенка. А их много, достаточно. И воспитывают этих детишек как своих. Мы им очень благодарны. Воспитываются они действительно как в родных семьях. Так повезло двухлетней Маше Шариповой. Из дома ребенка она попала в семью Вазиковых. Теперь у матери героини семеро детей. Причем сама она является сотрудником дома и малютка. Когда она пришла к нам, когда я ее увидела, ну, у меня как-то щелкнуло. Ну, не так уж прям. Во время отпуска медсестер я работала в их группе. И она была там самая маленькая, самая такая нежная, ласковая. Она мне очень понравилась. Я сразу же на нее оформила документы. И я ее забрала. Теперь она наша дочь. В день защиты ребенка покинут дом малютка еще несколько детей. Конечно, в его стенах теперь станет тише. Зато в семьях будет слышен звонкий и задорный смех маленьких домочадцев. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. 1 июня в Чувашии не только отмечают День защиты детей, но и открывают пляжный сезон. Последние майские дни выдались жаркими, так что жители уже успели опробовать воду. Однако официальный пляжный сезон стартовал только сегодня, а 1 июня. Это означает, что официальные пляжи и места для купания подготовлены и тщательно проверены. Таковых в республике 47. Впрочем, жителям нескольких районов придется потерпеть. Алатырский, Батаревский, Бресинский, Канарский, следующий слайд. Шумерлинский, Красночитайский, Парецкий, Цивильский, Шамуршинский, Шумерлинский, Яльчевский, Янтикский районы, город Канашумерля на сегодняшний день пока еще не определились местами купания и отдыха и эта работа не организована должным образом. Такие данные показывают, что не все главы муниципалитетов понимают всю серьезность ситуации, отметил председатель Государственного комитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В прошлом году на водных объектах республики зарегистрировали 60 происшествий. Погибли 52 человека. А в этом году еще до начала пляжного сезона утонули 7 человек. Все они зашли в воду в нетрезвом состоянии. Много хлопот доставило жара и в другой сфере. В выходные все больше людей проводят на свежем воздухе с шашлыками. Между тем, еще с конца апреля в лесах республики объявлен пожароопасный сезон. Для тех, кто нарушает правила поведения, пикник может обойтись в 4000 рублей. Такова сумма штрафа. Для борьбы с нарушителями будут применять самые действенные, по мнению специалистов, метод – рейды. Наконец, в мае в республике образовалась задолженность по заработной плате. Она составляет больше 31 миллиона рублей. О том, как ее сократить, говорили на еженедельном совещании у главы Чувашии. По данным министра экономического развития, задолженность по заработной плате с апреля возросла. Для того, чтобы повлиять на нерадивых работодателей, регулярно проводятся межведомственные комиссии. Такая работа приносит свои плоды. На 29 мая у нас погашена полностью задолженность МОПРЕП-сервис, промотратор «Вагон», Канажский городской парк, сервис промышленной машины. В общем, все те организации, которые я назвал. Вы видите их на слайде, они погасили. И сегодня у нас еще немножко остается задолженность по Чуваш-Сатадору. Небольшая сумма – это около 600 тысяч рублей, которые в ближайшее время будут погашены. Но сегодня остались вопросы по четырем организациям. Вы видите тоже внизу их. Это четыре организации, три из которых находятся в процедуре конкурсного производства. Это электросила, агрочаки, ударник. И введена процедура наблюдения. Это чубансарская типография. Мы обсуждали эту тему. Ситуация не улучшается. 31,8 миллиона рублей. И количество людей, которые недополучают заработную плату, какие это проблемы вызывает для семьи, мы все прекрасно понимаем. Поэтому, озадачивая руководителя отраслевых министерств, службы, которые администрируют данный вопрос, надо жестче подходить. Мы справлялись и с проблемами, которые были у нас намного серьезнее, намного значимые. Когда почти 130 миллионов рублей были долги по зарплате, тысячи человек, работающих в тех или иных коммерческих организациях, не получали. Мы, из всей точки зрения, на сегодняшний день, мы как-то по-человечески подходим. Работодатели, которые ведут свою финансово-хозяйственную деятельность, прежде всего свою коммерческую деятельность, не хотят рассчитываться с работниками, то они должны для себя, конечно, принимать решение, что дальше будут делать. Или должны объявить сами себе банкротом, или, соответственно, должны продаваться просто, или активы свои продавать для того, чтобы рассчитываться заработной платой. Некоторые предприятия, находясь в стадии банкротства, сейчас выставили имущество на торги. По информации Министерства экономики, в третьем квартале средства должников должны появиться. Госинспекция труда ведет свой реестр неплательщиков. Задолженность как бы не понижается, в какой-то степени чуть-чуть растет ежемесячно, небольшими темпами. Но, тем не менее, хочется верить, что указанная задолженность будет погашена. По информации Министра экономики, мы в это будем верить. Но тут хочется отметить, я уже говорила, что основная часть задолженности все-таки, это более 25% приходится на НПП, инженерный центр. То есть, эта организация в настоящее время деятельность практически не ведет. Глава Чуваши призвал руководителей ведомства активнее работать с предприятиями-должниками и применять к ним всевозможные нормы российского законодательства. Татьяна Молкова, Сергей Рябчиков, Республика. Красная площадь города Чебоксара в пятницу, 29 мая, стала местом встречи творческого сообщества. Здесь, в режиме свободного микрофона, проходила презентация и обсуждение программы «Чебоксара. Комфортный город». Город Чебоксара приступает к формированию абсолютно новой комфортной городской среды. На площадке перед Чувашским драмтеатром, откуда хорошо видно большую часть залива и прилегающей территории, собрались представители администрации города, архитекторы, руководители парков, городских предприятий, общественность и молодежь. Проект «Открытый город» перешел в новый формат. «Обсуждаем интересные городские проекты. Это и Красная площадь, развитие территории Шубашкарии, другие и набережные Волги. И мнение наших горожан, это очень важно, чтобы наши в дальнейшем эти проекты, эти же проекты для горожан. И мнение каждого важно, потому что что-то новое предложили, а кому-то, может, горожанам это не понравится. И нашим проектантам, архитектам стоит задуматься, нужно ли этот проект делать, или тот проект, который в первую очередь интересует горожан, надо тот проект выносить». К примеру, творческий бульвар из праздничных дней плавно трансформируется в пешеходный бульвар будний. От национальной библиотеки до Красной площади становится приятно ходить, смотреть картины художников на зданиях, отдыхать на остановках общественного транспорта. Появляются лавочки, проектируются удобные остановки с буккроссингом, объемные подсвеченные клумбы, а также велодорожки. «Основной принцип политики поддержки велосипедистов – это поиск места на улице, где у них есть дела в магазинах, жилых домах и офисах. Главное для велосипедистов – это безопасность движения от двери до двери. Важное звено в велосипедной политике – это возможность безопасно оставлять велосипеды на остановках и пересадочных узлах. Стоянки необходимы на улицах, у школ, офисов и жилых домов». Развитие получат городские парки, скверы и бульвары. На таких благоустроенных площадках будут проводиться тематические встречи выходного дня. Школа танцев, открытый микрофон, КВН – в общем, все, что рождает и поддерживает традиции. «Мы считаем, что необходимо зеленые зоны, интегрировать людей в зеленые зоны, то есть сделать клумбы такими, чтобы к ним можно как-то пройти, посидеть среди зелени, устроить какие-то места, скамейки, которые прям могут быть на мостовой, которые позволяют общаться, присесть в любом месте города». Не только архитекторы, но и сами горожане могут качественно менять общественные пространства своими предложениями. При этом многие из разработанных проектов не предполагают существенных затрат на реализацию. Город становится местом, где приятно проводить время. «Мне кажется, общество должно знать, к чему город вообще стремится, как он будет выглядеть. То есть, вот это вот, мне кажется, идет на пользу не только горожанам, то есть на пользу идет так и администрация, то, что они себе наматывают, можно сказать, на ус, что нужно в городе, какие изменения произвести. Мне кажется, от этого огромный плюс». «Нужный, конечно. Что проспрашивать народ, узнать, чего они хотят, как сделать красиво, как устроить, чтобы было благополучно людям всем». «Чтобы горожане знали, что это, какой у них будет город, чтобы они представляли, где будут жить. А не то, что сейчас ходишь там, и даже не знаешь, что будет. А вот так это приходят, ходят, рассказывают, что там есть, что будет». Горожане передавали микрофон из рук в руки, высказывали свои замечания, делились идеями, предлагали развивать пляжные виды спорта, установить зверей из живых растений, статую из гипса, соединить с пешеходным переходом монумент матери и речной порт, усилить национальный колорит, добавить арт-объекты вместо коричневых скамеек и многое другое. «Действительно предоставляют те решения, которые нужно применить в том или ином проекте. Будем изучать, будем внедрять. Это не ради показухи делается, а для того, чтобы получить достойный проект, все вместе его реализовать и радоваться». Как заверил присутствующих сити-менеджер, интересные проекты будут и впредь выносить на открытые площадки, чтобы в их обсуждении, а затем и реализации принимали участие как можно больше людей. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Ровесник города в Новочебоксарске отметили юбилей градообразующего предприятия. Ровно 55 лет назад в республике был основан химпром. Праздничный вечер стал поводом поговорить о будущем завода. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Традиции этого праздника нерушимы. В самом молодом городе республики принято чествовать лучшие трудовые династии. Семья Тарабашкиных отдала этой отрасли более 270 лет. На градообразующем предприятии Новочебоксарска работали и бабушки, и дедушки. А сейчас трудятся их дети. Работать на своем родном предприятии нравится. Почему? Потому что это надежное, стабильное предприятие. Мы не только известны по всей России, но также нас знают и за границей. Глава республики отметил, что трудовой коллектив по праву можно назвать золотым фондом завода. Михаил Игнатьев вспомнил, что когда-то он здесь работал и сам. Трудоустроиться сюда было непросто. Всем кандидатам приходилось проходить строгий отбор. Глава региона говорит, что и в те годы, и сейчас на химпроме работали квалифицированные специалисты высокого профиля. Очень хорошо поставлена работа наставничества для того, чтобы молодых специалистов приучать практики к тем квалификационным требованиям, которые с точки зрения безопасности имеются по тем утвержденным стандартам на данном предприятии. Это во-первых. Во-вторых, хочу сказать, для правительства Российской Федерации данный завод, химпром, включил в реестр перспективных промышленных предприятий Российской Федерации. С одной стороны, нам отдельные страны предъявили санкции, но в данном случае для химпрома появились дополнительные возможности по производству продукции по тем ассортиментам, которые на сегодняшний день цеха и производства рассчитаны. Только итоги первого квартала показали, предприятие значительно превысило план. Сейчас загружены все производственные мощности. В перспективе здесь рассчитывают освоить и новые рынки. Предприятие занимает ниши зарубежных партнеров. На химпроме уже начали реализовывать глобальный инвестиционный проект. Они новые и в какой-то мере уже у нас отработаны. Вы слышали о проекте перекись водорода. То есть у нас проект в прошлом году получил разрешение на строительство. То есть мы прошли главэкспертизу. Соответственно, это первый проект, который у нас сейчас готовится к реализации. Второй проект, который мы подготовили за последние два года, это глифосат, гербицид как раз для сельского хозяйства, который в России не производится. Развивается завод, развивается город. В ближайшее время в Ночебоксарске планируют установить новые спортивные тренажеры во дворах. Власти муниципалитета намерены привлечь инвесторов и благоустроить все подъездные пути. Павел Республики отметил, что он намерен лично ознакомиться с результатами этих работ. Медрик Валев, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов. Республика. Украинским беженцам отказывают в трудоустройстве. Такие заголовки нередко всплывают в российских СМИ и в Чувашии. Такой проблемы не возникало. Однако в целях профилактики Миграционная служба Республики разъяснила работодателям и соискателям, на каких условиях граждане соседней страны могут трудиться в России. Согласно российскому законодательству, устроиться на работу в нашей стране иностранцу не так просто. С января нынешнего года на это требуется патент. Чтобы его получить, нужно иметь медицинскую страховку, документы, подтверждающие знания русского языка, истории и основ законодательства, отсутствие тяжелых заболеваний и судимостей. Граждане Украины, которые нередко под обстрелами дома покидали без документов и личных вещей, ничего подобного предоставить российским работодателям, понятно, не могут. Впрочем, им и не требуется. Дело в том, что по закону все эти документы не обязательны для тех, кого признали беженцами и некоторым другим категориям. Граждане Украины, прибывшие в экстренном массовом порядке, для осуществления трудовой деятельности, достаточно им иметь такой документ, как свидетельство о предоставлении временного убежища или беженца. То есть, также, если гражданин Украины является участником госпрограммы переселения с отечественников. Но, как вы понимаете, отказ в трудоустройстве данной категории граждан, по необоснованным требованиям, все-таки носит дискриминационный характер и все-таки нагнетает обстановку. Дело даже не в нагнетании обстановки, а в элементарном соблюдении закона. Представители компаний, где уже трудятся беженцы, отмечают, что эта трудовая сила сейчас совсем не лишняя. Как правило, устраиваться на работу приходят люди среднего возраста с приличным опытом в различных сферах экономики. В Башкортостане прошли торжества, посвященные 125-летию Константина Иванова. На два дня село Слагбаш стало местом культурного паломничества всех поклонников творчества чувашского поэта. Нашу республику представляла большая делегация Министерства культуры, Национального конгресса творческой общественности. На родине классика побывала и наша съемочная группа. Так поют башкирские чуваши, встречая соплеменников с исторической родиной. Говорят, что некоторые языковые различия и есть, но это отнюдь не мешает представителям различных территорий компактного проживания чуваши не просто понимать друг друга, но и беречь общее культурное достояние. Юбилей родоначальника национальной литературы превратился в большое семейное торжество, на которое съехались многочисленные родственники из всех уголков страны. Гостей, делегатов, скажем так, собралось где-то около 150, это только с Чувашей. Кроме всего этого, еще приехали гости, участники нашего фестиваля с Тюменской области, Оренбургской, Саратовской, Самарской, республики Татарстан и других регионов. Талантливому и трудолюбивому чувашскому народу есть кем гордиться, но Константин Иванов занимает в этом списке особое место. Мальчик родился в крестьянской семье, но его дед и отец были очень просвещенными по тому времени людьми. Константин получил хорошее образование, которое позволило ему проявить многочисленные таланты. Помимо литературного дара, он преуспел и в изобразительном искусстве, и в скульптуре, и в фотоделе. За свою короткую жизнь он успел сделать очень много для понимания национальной самообытности народа в Симбирской губернии. В нашей республике живет больше, чем 160 народов, и мы все живем дружно, уважаем друг друга, любим песни своих соседей, своих друзей, и Константин Иванов является одним из символов вот этого единства, вот этой многонациональной культуры. Юблей поэта стал поводом для торжества без преувеличения российского масштаба. В эти два дня в Слагваши побывали тысячи людей. И здесь не только вспоминали знаменитых Ситнера и Нарспит, но и обменивались культурными новостями и подарками. Давайте сделаем так, маленькие традиции. Традиции, да. И здесь веселой проведем сегодня. Конечно. Спасибо за вас. Народу же нравится, народу хочется, понимаете. Не забыли и о другом уроженце здешних мест – поэте Якове Ухсай. Такие исторические совпадения дают повод задуматься. Может, есть что-то необычное в Слагбаше? Впрочем, какая разница? Природа или магия места – другие особенности. Главное, что эти талантливые люди жили и творили для нас. Мне хочется пожелать поблагодарить людей, которые здесь живут, которые собрались, которые чья память о нашем великом поэте, о нашем великом человеке. Именно башкирская земля родила великого Чуваша. Это символично. Поэтому мы не имеем права делить что-то. У нас общие цели, общие задачи. И мы вместе, объединяясь, конечно, мы его решим. В Чувашии, напомним, весь 2015 год объявлен годом Константина Иванова. И нас еще ждет множество различных культурных событий. Елена Гальперина, Алена Алтухова, Андрей Спиридонов. Республика. Все умещаемся. В Чувашии библиотечному сообществу представлен проект «Эксилибри» с библиотеки 21 века. Познакомить с этой уникальной акцией в республику приехал генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, эксперт ЮНЕСКО Екатерина Гениева. В рамках проекта в 30 регионов уже поставлено свыше 50 тысяч книг. Настала очередь и Чувашии. Екатерина Юрьевна приехала со своими коллегами. Вчера они были в «АллатРе», а сегодня встретились со столичными библиотекарями в Национальной библиотеке. В течение нескольких дней книжные фонды республики пополнятся 40 комплектами книг из 1400 экземпляров. Так что понятие «дефицит» благодаря таким акциям в книжной среде постепенно должно исчезнуть. А еще, считает Екатерина Юрьевна, библиотеки должны работать нестандартно. Я хочу поверить в виду то, что я имею в виду, когда говорю, что библиотека должна удивляться. Вот перед нами такая коробочка. Мы открываем, и видим какие-то странные предметы, которые там живут. Узнаем? Что находится в ней? В ней находится она, в синий платочек, реальный платочек ухи. Брошка, которую шульжайка носила, помимо военных концертов. Красная Москва. Перехватывает голову. Бабушки и мамы. И конфетки. Красная Москва. Мы не говорим о том, что здесь копия подлинного кисла с фонда. Вот так библиотека может удивлять. Маленькая страна. По таким названиям в столице Чувашии прошел детский творческий конкурс. В концертном зале музыкальной школы номер 3 собрались, пожалуй, самые маленькие исполнители республики. Повысить интерес к занятиям музыкой, разбудить фантазию, развить творческие способности детей. Такие цели ставит перед собой открытый республиканский конкурс «Маленькая страна», приуроченный к Дню защиты детей. Дети со всей республики приезжают на этот конкурс со своими сказками, которые сочиняют сами со своими родителями. И эта творческая фантазия объединяет всю семью. А ребенок в это время играет на своем инструменте, наполняя образы определенным смыслом. Особенность этого конкурса в том, что дети играют несколько музыкальных произведений, объединяя эти произведения единым смыслом. И на этой основе они сами сочиняют сказки. Уже в седьмой раз он проводится для самых маленьких музыкантов. Для многих ребят это первое очень значимое выступление на сцене. И они, как самые настоящие артисты, исполняли роли сказочных героев, читали стихотворения, играли на музыкальных инструментах. Татьяна Михайловна с нами придумала этот рассказ. Там в этом рассказе рассказывалось о том, как солнышко разукрасило весь наш мир. В конкурсе принимать участие было не страшно, но мы волновались. Сказка «Гномик в волшебном лесу». Сказку мы придумали вместе с педагогом. Мне понравилось выступать на сцене. И я очень волновался. Мне очень нравится играть на аккордеоне, и я играю год. Красочные яркие костюмы, интересные импровизации, высокое актерское мастерство. Все это вызывало большой интерес у зрителей и жюри. Да и самим артистам понравилось выступать на сцене. Вот, например, победитель конкурса прошлого года Роман Морозов снова решил принять участие в музыкальном поединке. И его номер был, пожалуй, одним из самых ярких. Наш замысел – это цирк. Про то, что одна гимнастка все время падает с веревки. Вот приходит ее вымышленный друг кошка, говорит, что нужно вилять хвостиком, и у гимнастки начинает все получаться. Мне конкурс очень нравится. Здесь можно послушать сказку, послушать инструментальное выступление. Очень интересно. Сказка получилась удивительно доброй и по-настоящему волшебной. А в заключении конкурса маленьким артистам были вручные статуэтки Ники за призовые места. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. К концу первой недели лета на Чебоксарском заливе появятся новые обитатели. Восемь поруток мандаринок, пара розовых и белых пеликанов и черный лебедев. В предстоящие выходные заселят воды Чебоксарского залива, сообщается на официальном сайте города. Птиц по спецзаказу доставят из Москвы. Предполагается, что пернатые будут радовать чебоксарцев все лето. А с наступлением холодов их переселят в специальные вольеры в зауголке Ковчег, парк имени Николаева. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Итоги дня подведем в вечерние выпуски программы «Республика». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин